Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе «В центре внимания». Здравствуйте. У микрофона Фарзона Абдулкайсова. Программа подготовлена при поддержке Британского института по освещению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы поговорим с вами о том, что важно. Жители села Даштрашкалинского района Горнобадахшанской автономной области, которые пострадали стихийного бедствия и были переселены на юг страны, постепенно возвращаются обратно. Они ситуют на то, что не смогли обосноваться на новом месте из-за отсутствия условий. Селевой поток, обрушившийся на жителей села в 2002 году, разрушил 60 домов и унес жизни 24 человек. Тогда жителям было рекомендовано переселиться в другие районы из-за селя опасности этой местности. Для этого был выбран юг страны – район Носерихусрав, бывший Бешкент. Вынужденные переселенцы практически без выбора перебрались в новые жилища. Однако спустя годы 75% из них вновь вернулись в родное село. Как оказалось, не все было прекрасно на новом месте, как они себе это представляли. И несмотря на риск вновь стать жертвой природного явления, они возвращаются в родные края с надеждой лучше обустроиться. Причины повторного переселения выяснила Насимаму Буракшуева из Бадахшанской области. Администрация Рушкалинского района предоставила 20 новых домов вблизи села Даш для тех, кто когда-то пострадал от селей. Семья Анорбегим-Нуделябековой – одна из первых, возвратилась из района Носерихисрав в Хатлонской области в Бадахшан. Она и её дети 10 лет были гостями в доме у родственников, и вот наконец-то получили свой дом. Однако, по её словам, все эти неудобства – ничто по сравнению с теми условиями, которые им предоставили при переселении. Там не было чистой воды, не было питьевой воды, люди страдали от нехватки воды, заболели, стали гипертониками. Поэтому мы вернулись обратно на Памир. Студентка Харокского госуниверситета Зарина Рахматшоева с разочарованием вспоминает историю 13-летней давности, которая не только лишила их родного дома, но и вынудила их столкнуться с равнодушием и халатностью местных властей в районе Носерихисрав. Нас увезли в Бешкент. Я тогда училась в четвёртом классе, а брат в седьмом. Мне не понравилась там школа, потому что у нас не было учителей по английскому и русскому языках и других предметах. Папа отвёз брата учиться к тёте в Душамбе. Я осталась мамой, и спустя два года мы обратно вернулись на Памир. Отсутствие чистой питьевой воды стало причиной того, что дети начали болеть инфекционными заболеваниями, и это также вынуждало людей думать о возвращении на малую родину. Жительница Рушкалы Давладбиби Нурбекова сообщила, что инфекционные заболевания унесли тогда жизни восьми детей. Нас отвезли в Бешкент, обеспечили местом проживания. Но из-за нехватки чистой питьевой воды наши дети заразились болезнью Боткина и другими заболеваниями. Мы обратно возвратили своё место. Конечно, первые периоды было очень трудно, однако ради детей мы остались и построили дом в местности, где когда-то проживали. Мы даже и не думаем возвращаться в Бешкент. Молодёжь не смогла полюбить это место из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, а также культурно-развлекательных учреждений. Не было ни библиотеки, ни спортивных площадок, хотя в этом местные власти винили самих же переселенцев. Чтобы заняться чем-то своим и быть полезным, небольшая часть молодёжи смогла получить несколько гектаров земель для выращивания сельхозкультур. Однако, по словам Далера Чушамбиева, все их усилия оказались тщетными. Мы собрали деньги, купили саженцы, подготовили землю, оплатили услуги тракториста и заплатили за солярку, но четыре месяца подряд не было воды, не было осадков. На этой земле ничего не выросло. Как нам дальше было жить? Всего из более 60 семей переселенцев в районе Носирихисрав осталось 14. Остальные либо вернулись обратно, либо уехали из района в поисках лучшей жизни. По словам председателя района Рошкала Юсуфа Султана Йобова, последствия стихийного бедствия в селе Дажд всё ещё не устранены, что затрудняет им выделить место возвращающимся переселенцам для постройки домов. 27 гектаров земель в этой местности непригодны для проживания и считаются опасными. До тех пор, пока существует опасность, вопрос о заселении не может обсуждаться. Если есть желание и возможность жить в других местностях района Рошкалы, к примеру, отдалённой долине Джавшангос, то мы можем помочь переселенцам в выделении участков. Стихийное бедствие, которое затронуло село Дажд 13 лет назад, может повториться. В этом не сомневаются специалисты Комитета по чрезвычайным ситуациям Горнобадахшанской области. Однако это не мешает людям, уставшим от бесконечного отсутствия воды и условий, принимать решение о возвращении. И пока местные органы управления решают, что делать с возвращающимися переселенцами, заявок с просьбой выделения участка земли в селе Дажд становится всё больше. Репортаж подготовила Насима Мубуракшоева, Рушкалинский район, Горнобадахшанская автономная область. Наши сюжеты и статьи вы можете найти на сайте в интернете awpr.net и kabar.asia, а также в фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку IWPR Таджикистан. Встретимся на этой же волне в то же время, ровно через неделю. Мы снова поговорим с вами о том, что важно.